Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Уголовное дело возбудили в Башкортостане по факту превышения должностных полномочий. Сотрудники госэкспертизы выдали положительное заключение на некачественный проект школы в селе Булгакова. По данным регионального управления Следственного комитета, в подписанной документации не учитывались необходимые работы по устройству кровли и утеплению трех блоков здания на сумму 8,5 миллионов рублей. На основе положительного заключения Управление капстроительства заключило с компанией «Башгражданстрой» контракт на сумму более 350 миллионов рублей. Допущенные нарушения повлекли удорожание стоимости контракта более чем на 95 миллионов рублей и продление сроков строительства. На настоящее время строительство школы не завершено. В школу на 825 мест должны были сдать в августе прошлого года. Согласно данным портала госзакупок, контракт на строительство школы был заключен в марте 2020. Начальная максимальная цена контракта составляла 425 миллионов рублей. Средние крупные предприятия Башкортостана в этом году получили свыше 250 миллиардов рублей прибыли. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Башстат. В статистический обзор попали результаты 1080 компаний. Из них 287 отчитались об убытках на 18,5 миллиардов. Самую большую прибыль показали обрабатывающие производства – 174 миллиарда рублей. При этом некоторые все же ушли в минус на 8,5 миллиардов. На втором месте предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением. Их убыток составил 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Это связано с тем, что наблюдался рост цен на энергоносители. Мы видим серьезные росты на газ и на нефть. Далее мы, конечно, наблюдали санкционное давление. В связи с этим были определенные инфляционные процессы. Предприятия были вынуждены поднимать цену на свою продукцию, так как росла себестоимость. Но это, соответственно, отражалось на выручке, на конечном результате. Активы крупных и средних предприятий Башкортостана за 12 месяцев выросли с 3 до 3,5 триллионов рублей. Их задолженности перед кредитными организациями на июль составило 806 миллиардов рублей. Из них займы на 32 миллиарда просрочены. Депиторская задолженность организации более 1 триллиона рублей. Предприниматели из самозанятой Башкортостана смогут получить льготный кредит до 10 миллионов рублей без залога. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Ставка для малого и микробизнеса составит 4,5%, для средних предприятий 3%. На льготный кредит могут претендовать логистические компании, обрабатывающие производство, а также предприниматели, занимающиеся переработкой сельхозпродукции и предоставляющие гостиничные услуги. Программа будет действовать 3 года. Заем можно взять на 10 лет, при этом льготный период кредитования продлится 5. Запуск новой формы поддержки стал возможен благодаря объединению двух уже действующих программ. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и стимулирование Банком России. Напомню, в республике ранее приняли аналогичную программу при поддержке регионального гарантийного фонда. Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на запуск нового производства, капремонт помещений, запуск и модернизацию оборудования. Башкортостан получит 56 школьных автобусов и 18 машин скорой помощи российского производства. Транспорт поставят в малые города и сельские поселения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина Михаил Мишустин. В частности, в республику поступят 17 автомобилей экстренной медпомощи, один реанимобиль, 10 школьных автобусов вместимостью от 10 до 12 человек, 18 будут вмещать от 13 до 20 учащихся, и еще 28 будут рассчитаны до 30 школьников. Исполнителями контрактов по закупкам машин скорой помощи выступят заводы УАЗ и ГАЗ, школьных автобусов, эти же компании и ПАЗ. На весь транспорт будет предоставлена трехлетняя гарантия. Всего на закупку машин скорой помощи правительство страны выделяет 6 миллиардов рублей. За счет этих средств регионы получат 1250 автомобилей. В больнице Башкортостана с начала года завезли оборудование на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Минздраве республики. Всего поступило 112 единиц техники, в том числе компьютерный томограф для Буздягской больницы, 23 рентгена, 15 флюорографов, 28 мамографов и другое. Часть оборудования уже установили и запустили. В этом году реализуются три национальных проекта, в рамках которых идет приобретение оборудования. В рамках национального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями общая сумма у нас, которая запланирована на приобретение оборудования, это свыше 465 миллионов. В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями это свыше 513 миллионов. И по модернизации первичного звена это 1,366 миллиарда, чуть больше. Все оборудование закупили за счет федерального и республиканского бюджетов по нацпроекту здравоохранения. В прошлом году по этой программе в регионе закупили медтехнику на 2,5 миллиарда рублей. Ее получили более 40 больниц и поликлиник. 10 туристических информационных центров откроют в Башкортостане в следующем году. Об этом заявил мэр Уфыр Атмир Мавлиев во время встречи с представителями туриндустрии. В ней также приняли участие глава республики Ради Хабиров и министр предпринимательства и туризма Рустем Авзалов. На средства, выделенные Ростуризмом, планируется закупить два передвижных визит-центра, которые будут работать на событийных мероприятиях. Еще восемь информцентров будут стационарными. Еще информационные таблички на 20 миллионов навигация получается. Потом самое, что интересно, позитивно, ярмарочное оборудование для проведения ярмарок получается. Большое количество 70 штук будет. То есть можем в ряд выставить в любом месте, организовать для наших ремесленников, для наших самозанятых спокойно. И восемь в южно приобретаем. Будем делать, строить эту деревню. В следующем году Башкортостан получит 336 миллионов рублей от Ростуризма по трем программам. Первое – это создание модульных кемпингов. В республике планируется реализовать 18 таких проектов на 82 миллиона. Почти 150 миллионов направят на 17 проектов по созданию пляжных, детских, спортивных зон и кафе. И еще более 105 миллионов рублей направят на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями. 48 финансистов Башкортостана удостоились высоких наград. Торжественная церемония, приуроченная профессиональному празднику, состоялась в государственном концертном зале. Премьер-министр правительства Андрей Назаров в своем поздравлении отметил, что представители профессии ежедневно вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, обеспечивают составление и исполнение бюджета. Благодаря слаженной работе финансистов Башкортостан, по итогам оценки Минфина России, уже более 10 лет входит в группы регионов, имеющих первую или вторую степень качества управления региональными финансами. За последние пять лет консолидированный бюджет Башкортостана вырос с 200 до 300 миллиардов. Сейчас наша задача сформировать трехлетний бюджет. Будем формировать наш бюджет максимально выверенно, для того, чтобы никакие события не смогли создать какие-то угрозы для населения, для социальных выплат. Напомню, Башкортостан стал одним из пилотных регионов, где запустили проекты инициативного бюджетирования. Также власти региона разработали ипотечно-накопительную программу «Жилстройсбережение», которую тиражировали в несколько регионов страны. Министерство финансов Башкортостана учреждено одновременно с республикой в 1919 году. У меня все к этому часу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok